Почувствовать разницу совсем не сложно. Достаточно взглянуть на фотографии трехмесячной давности. На Шелковичной вот так было до. И так стало теперь. Ну как, здесь на Шелковичной очень много. Вообще жилых домов много людей ходит. И в лес. Здесь очень много ходит гулять в лес по этой. Это даже не только жители Шелковичной, а даже и из других районов приходят в Шелковичную. И я очень рада, что от НИТИ там тоже делают, я вчера была, делают тротуар, ну вот до родника. Детей много, да. Вот же смотрите, сколько домов. Детей много гуляют, да, с детьми. Так что мы здесь гуляем, ходим наверх, пробежечки. Много бабушек, дедушек с палочками ходят. Это тоже Шелковичная. И поток пешеходов здесь тоже большой. И разница очевидна. Это, кстати, лишний раз доказывает, что тротуары появились там, где их раньше никогда не было. Заводской район, Ленинский, Кировский. Речь ведь не только о центре. Хотя и о нем тоже. Улица Вольская. Несколько фото. В фас и в профиль. Прохожие шагали по старенькой плитке, которая уже вставала на дыбы. И как тут не споткнуться? Раньше. Сейчас, кажется, уже и забыли об этом. Сворачиваем на соседнюю улицу. Узкие и разбитые дорожки, старые деревья, еще советское наследие. Так Сака Иванцетти выглядела несколько месяцев назад. Теперь с комфортом. В детский сад идут дошколята. Здесь много жилых домов. Жители довольны. Да ужас был. Я на Пушкино сейчас живу. Там три года мы боролись. Сейчас мы чувствуем и видим уже, идет улучшение. И тротуары делают, и дороги классные. Работа идет. Уже это дает надежды. До того, как здесь появился новый асфальт, тротуар был соткан из лоскутов разухабистой плитки. У каждого магазинчика своя. Кто во что гораст. И так было на многих городских улицах. Как, например, на площади Кирова. Глядя на эти фотографии и не скажешь, что это центр Саратова. Теперь все иначе. В этом году будут завершены первые два этапа большой программы. На строительство и ремонт тротуаров, благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, в городской бюджет поступило почти 900 миллионов рублей. В следующем году программу ждет продолжение. Тротуары у школ, детских садов, поликлиники должны быть отремонтированы. Там, где этого не сделали в рамках первых двух этапов. Список уже формируют. И вам надо будет, с одной стороны, в рамках третьего этапа завершить строительство тротуаров на будущий год. У всех объектов соцсферы. А с другой стороны, мы все тротуары, которые подпадают под историческую часть, должны завершить, отремонтировать. И тогда у нас, в принципе, город, все объекты соцсферы, историческая часть будут приведены в порядок. Затем мы продолжим эту работу в той части города, где требуется строительство и ремонт тротуаров. Изначально Михаил Александрович оценивал эти объемы в миллиард 800. Мы сейчас видим, что приблизительно надо порядка трех миллиардов. У нас в этом году 865 миллионов. На будущий год мы исходим из того, что для завершения работ около объектов соцсферы и исторической части нам надо 810 миллионов. Но вы уже сейчас навыки приобрели. Хотелось бы, чтобы это в том числе повысило качество работы. Но нам важно здесь, чтобы главы районов решали эту задачу эффективно. И как стало известно, Вячеслав Володин дополнительно постарается найти средства на строительство и ремонт тротуаров внутри исторической части города. Это более 300 миллионов рублей. И множество адресов. Узкие и разбитые тротуары в исторической части Саратова встречаются часто. Пешеходные дорожки еще при советской власти строили. С тех пор ремонта не было. Сложно ходить, сложно, да. Надо делать, однозначно. На Соборной и Мичурино пешеходов немного. Это хоть и центр города. Школы, детские сады, много жилых домов. Но улицы обходят стороной. Ноги подворачиваются, неудобно. Пожилым людям видят, как идут опираются. Более-менее ничего. А здесь будет зима, скользко, и туда можно улететь. На соседней Некрасова аналогичная картина. Вот даже вот эта улица. Если вы вперед пройдете, вы увидите, что там можно ноги сломать. Ждут новый тротуар и на Чернышевского. Видно, конечно, ходить по плохим тротуарам. Особенно вот вообще, в принципе, я считаю, Чернышевская улица безобразная. Самольская. Не только тротуар, но и проезжая часть. Там сплошные ямы. Если смотреть в абсолютных цифрах, в этом году в Саратове отремонтировано и построено с нуля 550 тысяч квадратных метров тротуаров. Без преувеличения небывалые масштабы. После укладки асфальта во многих местах обустроили газоны, высадили деревья. Найти и обезвредить проблемные участки строителям помогала техника. Да и технологии шагнули вперед. Качество асфальтобетонного пирога высокое. Не страшны ни перепады температур, ни время. Но в первую очередь учитывали удобство людей. Где-то советовались со специалистами, а где-то помогал общественный совет. Очень хорошо. Вот там, где сделали, очень хорошо. У меня на улице сделали. И я рада. Мне кажется, что для всех надо сделать такие хорошие. Работы по первому этапу в некоторых районах Саратова практически завершены. В остальных на финишной прямой. Второй этап ремонта пешеходных дорожек будет закончен до наступления холодов. Третий начнется уже в новом году. Будут охвачены оставшиеся тротуары рядом с объектами социальной сферы.